с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 9 сентября всемирный день красоты проводится по инициативе международного комитета эстетики и косметологии си деско разными критериями красоты интересовался еще чарльз дарвин и пришел к логичному выводу что у каждого народа свои идеалы у китайцев говорят красавица должна иметь широкое скуластое лицо плоский нос и удлиненные уши голубые глаза там считаются исключительно уродливыми в индонезии женщины считаются краше европеек с их кожи похожи на цветки картофеля нередко африканцы оценивают красоту женщин по толщине пятой точки ну а особо внимательно следили за своим внешним видом чистоплотный древние египтяне уход за кожей удаление лишних волос пятен и морщин кожи а также применение парфюмерии и косметики достигли тогда уровня такого который мало уступает современному но и сегодня люди по-прежнему с удовольствием тратят огромное количество времени и денег на поддержание и исправление своего тела индустрия красоты превратилась важнейшую отрасль мировой экономики но иногда хочется сказать остановись мгновение и ты и ты и ты вы все прекрасны также сегодня отмечается день тестировщика в россии и день памяти русских воинов павших при обороне севастополя и в крымской войне 1853 1856 годов ну а теперь родившихся в этот день 1828 год в этот мир приходит лев толстой он поступил в казанский университет но в девятнадцатилетний возрасте бросил учения и в дальнейшем учился только сам по книгам европейские же языки он знал с детства детям богатых русских аристократов в то время непременно выписывали иностранцев гувернеров и домашних учителей полное собрание произведения льва николаевича занимает 83 тома толстой безусловно самый переводимый русский классик лев николаевич был еще и религиозным мыслителем отлученным кстати от православной церкви христианским философом моралистом который призывал человечество к самосовершенствованию движение его последователей тоже было толстовцы она возникла в конце девятнадцатого века и было довольно широким при советской власти их стали преследовать и отправлять в лагеря 1938 году 110 годовщину толстого политбюро цк вдруг распорядилась провести частичную амнистию и освободила тех толстовцев которые не были замешаны каких-либо преступлениях 1897 год в этот мир приходит уильям фолкнер американский писатель и сценарист в 1923 году эдуард калмановский советский композитор автор песен я люблю тебя жизнь хотят ли русские войны алёша в 1930 году рождается надежда румянцева киноактриса девчата королева бензоколонки в 1953 году алишер усманов российский предприниматель миллиардер ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1791 год имя генерала джорджа вашингтона первого президента сша было официально присвоено будущей столице страны федеральный город еще только строился у левого берега реки патамак на границе мэриленда и виргинии уступивших часть своих земель место для него выбрал кстати сам вашингтон впрочем вовсе не желавший чтобы новая столица носила его имя он же поручил разработку проекта французскому архитектору пьеру шарлю ланфану ветерану американской войны за независимость который спланировал город с барочной архитектурой широкими улицами и обширными площадями не похожий ни на один другой в америке немножко и европы правительственные учреждения начали перебираться сюда в конце 1800 года уже после смерти первого президента соединенных штатов именем которого все таки назвали столицу страны 1933 год в москве в соответствии с постановлением цк вкпб основано издательство детская литература первоначально называлась детгиз активное участие в организации работе издательства принимают максим горький самуил маршак корней чуковский аркадий гайдар первый редактор саму маршак в первый год работы детгиза вышло 168 названий книг с общим тиражом почти 8 миллионов экземпляров издательство неоднократно меняет название конечная детская литература она и получает в 63 настоящее время в год выпускается по 130 наименований книг тиражом от пяти до десяти тысяч экземпляров год 1945 в булонском лесу в парке на окраине парижа проводятся первые в послевоенной европе автогонки на машинах с небольшой мощностью двигателя разыгрывался кубок освобождения со средней кубок узников и наконец машины с мощными двигателями оспаривали кубок робера бенуа знаменитого французского автогонщика двадцатых годов прошлого века автогонки несмотря на немалые в условиях послевоенной разрухи трудности стали одной из первых возродившихся спортивных дисциплин 1966 год джон леннон встречается с йоко лона на выставке авангардного искусства а в 1971 году в этот же день музыкант выпускает знаменитый сольный альбом под названием имейджин 1976 год на восемьдесят третьем году умирает председатель цк компартии китая мало дзэдун долгая жизнь великого вождя была крайне бурной и в политическом и в личном плане в любых его власть была практически не ограничены редко что заставляла председателя идти наперекор своим устремлением и главное желание в последние годы своего правления сделавший его едва ли не небожителем мау любил повторять что отлично умеет бороться с самим небом землей и конечно человеком однако в борьбе со смертью он как видите проиграл 1990 год убит александр мень известен своими модернистскими воззрениями обстоятельства мотив и виновник этого преступления так и остались невыясненными шестьдесят пятом закончил заочно московскую духовную академию был настоятелем сретенской церкви в новой деревне это микрорайон городе пушкина сочетание широкой эрудиции открытости к светской культуре науки выдвинула его в число ведущих христианских проповедников но еще в одном событии подробно 1984 год москва колонны зал дома союзов начинается безлимитный поединок до шести побед за мировую шахматную корону между двумя к чемпионом мира анатолием карповым и претендентом гарри каспарова до матча соперники встречались лишь трижды и все партии завершились ничью в этом же матче карпов вел 5-0 однако выиграть шестую партию он никак не смог каспаров выдержал натиск сделал серию ничьих а потом выиграл три партии после этого матч был прерван по решению президента фиде без объявления победителя на пресс-конференции спортивный чиновник объяснил прекращение матча исчерпанием физических и психических ресурсов участников почти полгода противостояния 48 партий и отсутствие победителя новый матч между карповым каспаром стартовал осенью 85 года он состоял из 24 партий для победы необходимо было набрать 12 с половиной очков победив со счетом 13 11 гарри каспаров стал самым молодым на тот момент чемпионом мира в истории шахмат противостояние двух великих к продолжалось до начала 90-х когда каспаров спровоцировал раскол мировых шахматах во второй половине 90-х карпов стал постепенно сдавать и сошел с мировой сцены каспаров же остававшийся номером один все больше уделял внимание политики следствие чего довольно неожиданно по мнению специалистов в 2000 году проиграл титул владимиру крамнику вот такая она борьба шахматная с вами был николай пименко в проекте дата